Я бы сначала хотел обсудить правила игры, раз и навсегда их зафиксировать. Первое такое общее замечание, касающееся всякого коронавируса и прочего, что лично я абсолютно толерантно отношусь к ношению масок, и более того, сам не очень люблю их носить, потому что у меня начинают потеть очки и течь из носа. Соответственно, мне абсолютно все равно, ходите вы в маске или без маски, лично мне, и также мне абсолютно все равно, кто присутствует на лекции. То есть я вообще рад здесь видеть всех желающих, ну а дальше дело ваше. Однако в этой связи я хотел бы все-таки предупредить от конфликтной ситуации, то есть вы поступаете как знаете, но пусть это будет зона вашей ответственности. То есть главное, чего хотелось бы избежать, это, мне кажется, даже не заболеть, потому что избежать этого, по-моему, не удастся никому. А как-то, чтобы это не возникало, не вызывало недовольства у окружающих, и не приводило к каким-то взаимным обидам. Вот это самое главное. Наш факультет является некоторым таким оазисом на общем фоне, и в общем-то жизнь здесь устроена гораздо теплее и дружелюбнее, чем в разных других местах. Ну и хотелось бы, чтобы это дружелюбие так и продолжало быть дальше. Поэтому вы старайтесь ни с кем не ссориться, особенно с охраной, с администрацией. Ну и друг с другом, конечно, тоже. Вот вторая вещь общего характера, это то, что я человек довольно путанный, ну просто по жизни, могу путать право и лево, вместо сказать, что это буква А, а сам написать на доске букву Б, это я не потому, что я как-то хочу вас подловить, слушаете вы меня или нет, а просто я действительно могу путаться, так уж я устроен. Поэтому, пожалуйста, следите внимательно за тем, что я пишу, и если вы обнаружите какую-то несуразицу, или вам что-то непонятное, не стесняйтесь, пожалуйста, спрашивайте. Ну и вообще, на самом деле, надо спрашивать, как только я, вторая моя неприятная особенность состоит в том, что я иногда увлекаюсь, и начинаю что-то очень быстро говорить, ну и, соответственно, вы не стесняйтесь, пожалуйста, меня тормозите. То есть, вообще, на самом деле, я всегда очень положительно отношусь к людям, которые задают вопросы, ну потому что это признак того, что хоть кто-то меня слушает. Вот, поэтому, ради бога, не стесняйтесь, и как только вам становится что-то непонятно, обязательно спрашивайте. Вот, ну а теперь, собственно, если мы с общими вещами покончили, то я скажу, за что я ставлю отметку. По поводу общей части нет вопросов, да? Значит, курс у нас, ну так называется, линейная алгебра и геометрия, хотя в руке написано, мне кажется, просто геометрия, но для сокращенности. А меня зовут Алексей Львович Городенцев. За этот курс вы получаете две оценки после первого семестра и после второго семестра. Ну, до второго семестра ещё надо дожить, поэтому давайте мы сейчас сосредоточимся на оценке за первый семестр. Ну, у нас будут пять видов деятельности. Одна называется S, и это оценка за семинары. Эту оценку вам поставит человек, который ведёт семинарские занятия в вашей группе. Опыт показывает, что студенты склонны переходить из группы в группу. Я бы категорически не советовал этого делать вообще, ну а если вдруг жизнь заставляет по тем или иным причинам, то как-то не злоупотреблять этим и не утрачивать связь с семинаристами, потому что на первом или на втором семинаре вам так же, вот как я сейчас, семинарист сформулирует правила игры, то есть за что он, собственно, будет вам ставить эти 100 баллов. Ну, и если вы перейдёте из группы в группу, правила могут драматически поменяться. Тут у семинариста полная свобода. Поэтому вот смотрите, как бы вам не попасть в какой-нибудь просаг по этому поводу, и уж в любом случае, если вы переходите из группы в группу, то это зона вашей ответственности выяснит, за что же вам будут ставить оценку S за семинары. Дальше у нас будет коллоквиум. После первого модуля. Ну, так это тип устного экзамена, такое мероприятие, он тоже оценивается из 100 баллов. Там будут два теоретических вопроса и одна задача. Ну и, соответственно, вот можно получить 100 баллов, которые распределяются примерно как 30 плюс 30 плюс 40. Значит, 30 и 30 за вопрос, а 40 за задачу. Покрупнее? Ну, хорошо, я постараюсь. Значит, второй вариант – это сесть поближе. Да? Но это зависит от того, где вам лучше видно. То есть, если вам удобнее садиться ближе, так я рекомендую садиться ближе. Так, ещё у нас будет контрольная работа. Значит, в первом семестре будет три контроля. Ещё у нас будут листочки с задачами. Ну, ещё у нас будет экзамен. Итоговый писан экзамен. Значит, эти три рода деятельности, связанные с решением задачи, то есть на контрольной вы решаете задачи, в листочках вы решаете задачи, и на итоговом письменном экзамене вы тоже решаете задачи. Задачи бывают обязательные и дополнительные. Ну, и все эти числа – это процентные доли. То есть вот это всё вычисляется как число решённых задач. Поделить на число всех обязательных задач. Ну, в каждом из видов, соответственно. На трёх контрольных там обычно 5 задач неконтрольных. Вот у вас там будет или 4 задачи. Наверное, 4. 4 задачи на контрольных. Всего будет 12 задач. Там, допустим, вы из них решили 3. Ну, вот, соответственно, у вас будет 33%. А нет, 25, наверное. 25%. Значит, процентов. Обратите внимание, что, в принципе, все три числа могут быть больше 100, потому что дополнительные задачи действительно будут. Они в числителе учитываются, знаменатели не учитываются. Ну, и итоговая оценка. Это минимум из 400 суммы вот этих 5 чисел поделить на 40. Иными словами, если вы набираете по 80 очков каждого из 5 ведов программы, вы получаете 10 баллов. Ну, или каким-то ещё способом набираете 400 очков. Получаете 10 баллов. Если набираете меньше, оценка уменьшается линейно и округляется до ближайшего целого по стандартным правилам округления, которые в школе проходят, до ближайшего целого, полуцелого и вверх. Такие дела. Теперь понятно. Значит, ни один из видов деятельности не является то, что называется блокирующим. То есть, допустим, если до экзамена выяснится, что вы уже набрали 400 баллов по четырём видам программы, оставшимся до экзамена, экзамен может не приходить. Пожалуйста. Ну, там вторая стратегия состоит в том, чтобы продолбать все занятия и наоборот прийти на экзамен. Но я бы не рекомендовал вам исследовать, потому что опыт показывает, что человек, который не решал задачи на семинарах из литков, не в состоянии написать экзамен на положительную отметку вообще. Хорошо. Теперь, значит, вот есть такая деятельность, которая называется листочки с задачами. Но если вы учились в математической школе, где это принято, то знаете, а если не учились, то я объясню. Это вот я примерно раз в две недели буду выпускать такой листочек с задачами. Эти задачи надо решать самому. И, значит, решение надо записывать на бумажку, а после этого эти задачи надо сдавать человеку, ведущему семинару в вашей группе. Как это будет организовано, вам опять же расскажет ваш семинарист. То есть это тоже вопрос ваших взаимоотношений с семинаристами. Значит, сдавать задачи семинаристам из другой группы категорически запрещается. То есть вы должны сдавать задачи в своей группе своему семинаристу и его специально авторизованным для этого помощникам, которых он вам тоже назовет на одном из первых семинаров. Ну и как это будет организовано, в каждой группе, в принципе, по-своему. Значит, никаких дедлайнов по листочкам нет. Значит, задачи можно сдавать на протяжении всего семестра вплоть до начала зимней сессии. Как только зимняя сессия начинается, в первый же день прием задач заканчивается. Значит, задач, в общем, будет такое количество, что это примерно 3-5 задач в неделю. Ну это зависит от того, как к нам с дел пойдет. Ну и, соответственно, ресурсы, которые на это выделяются для приема, они тоже примерно такие, чтобы у каждого студента была возможность сдать от 3 до 5 задач в неделю. Никаких больших ресурсов выделено не будет. То есть физически это означает, что если, допустим, в вашей группе задач никто не сдает, а сдаете вы один. Вот вы приходите к своему преподавателю, он, допустим, час времени выделяет в неделю, ну вот вы за целый час там ему сдаете 150 задач. Пожалуйста. Это такой вот благоприятный для вас исход. Ну там, если к концу семестра, допустим, выяснится, что никто задач не решал, а дальше вся группа захочет решать в последние 2 недели, то это означает, что абсолютно все люди из этой группы больше 6 задач никто не сдаст, потому что преподаватель должен обеспечить прием трех задач у всех. Соответственно, он вас распределит там по 5 минут на каждого, и никаких претензий по этому поводу не принимается. То есть вот, если у вас не было возможности сдать 3 задачи в неделю, это плохо, можете жаловаться, но если с вами поговорили, сказали, что на большее, к сожалению, нет времени, потому что вот нет ресурсов, то тоже не обижайтесь. Поэтому моя рекомендация состоит в том, что решать задачи из листочков надо регулярно, ну и вот примерно по 3-5 задач в неделю, если вы сдаете, то это очень хороший график. Значит, надеяться сдать много задач в последние 2 недели не стоит, потому что не только вы захотите это сделать, а все захотят. Поэтому, соответственно, не получится. Просто физически не получится. Есть преподаватель, есть его ассистент, они не могут потратить на это больше, чем 2 часа в неделю каждый. И, пожалуйста, не обижайтесь на это. Я считаю, что я вас предупредил. А каким образом? Вот у вас происходит семинар, на нем тоже решаются какие-то задачи. Это главным образом задача, нацеленная на то, чтобы научить вас тому, чего я здесь рассказываю. Бывают такие задачки, над которыми надо думать, а бывают такие задачки, где вам говорят, делай так, делай так, делай так. И вот делая, я посмотрю. Ну, там, каждый человек должен вычислять площадь треугольника уметь. Это не задача из листочков, это задача для семинаров. Каждый человек должен уметь построить какое-нибудь афинное преобразование, который данный треугольник переводит в данный треугольник. Это тоже не задача из листочков, это профессиональный навык, который абсолютно необходим в жизни. Вы дальше учиться здесь не сможете, если этого не умеете. Это вот все на семинарах будет. Ну, вы приходите на семинар, посмотрите, что там происходит. Не надо путать листочки с домашними заданиями. Листочки с задачами, это, если угодно, такой мягкий вариант устного экзамена. То есть листочек задач требует продумывания, там по ходу разговора выяснится, что вы понимаете, что вы не понимаете. Это способ научить, но научить каким-то таким вещам, который обычно люди учат, готовясь к устному экзамену. У нас экзамен не устный, а письменный. Я бы тоже хотел предупредить от возможных эксцессов здесь. На самом деле многие студенты, особенно первокурсники, почему-то считают, что к письменному экзамену не надо готовиться. Это не так. Наоборот, на самом деле, на письменном экзамене вы находитесь в более проигрышной ситуации, чем на устном, потому что я специально подбираю задачи так, чтобы их нельзя было решить, не освоив ту программу, которая выложена на сайте. Да, я забыл написать, что имеется официальная страница курса. Ну, это город Богомолов. Это, собственно, моя страница. Ну, а дальше вы там попадаете, давайте я так объясню, там, значит, будет такая ссылка математика для студентов. Надо туда ткнуть, ну, и вы попадете в такой список курсов, ну, и там надо выбрать этот курс. Адрес я полный могу перепутать, потому что он довольно длинный, там какая-то такая иерархия, я думаю, что-нибудь такое, типа PS, тут, где он подчеркивание RU, дальше, наверное, 21, 22, а дальше лист. HTML. Ну, начнем абсолютно уверенно в первой части, ну, а дальше там смотрите сами. Ну, и вообще, в принципе, со страниц факультета, где программа курсов, должна быть уже ссылка, ее там, по-моему, вчера еще не было, а сегодня я обещаю, что появится. Вот, там, именно на этой странице, а не где бы то еще, ни в каком ЛМС, там и прочая фигня, значит, там какие-то сведения, двухлетняя давность, вся содержательная информация про курс будет здесь, включая все вот эти задачи, как для семинаров, так и из листочков, и задачи для подготовки к контролям специальной, все будет на этой странице, правила игры будут на этой странице, ну, и записки лекций я стараюсь сделать, по мере того, как я их буду изготавливать, они тоже там будут. Там же есть список рекомендуемых учебников, помимо моих записок, позвольте мне его здесь не приводить, вы поглядите, он там написан. Вот, ну и возвращаясь к экзамену, вот есть программа, ее надо выучить. Прямо перед экзаменом я выложу более подробную программу, и вы должны к ней подготовиться, потому что там на устном экзамене можно сказать, а вот можно я возьму другой билетик или что-нибудь еще, и как-то пытаться на что-то повлиять, то здесь вы ни на что не сможете повлиять, я вот сам придумываю вам билеты, как бы у каждого быть свой, и что-то надо будет с этим делать. То есть устный экзамен требует абсолютно не меньше, я бы сказал, что больше подготовки, чем обычный. Ну вот, на этом, ну и еще, пожалуй, пару слов, о которых я всегда говорю. Собственно, наш институт, он такой специальный, то есть типа Гнесинки, или школа Олимпийского резерва, поступая в Гнесинку, на курс фортепиано, вы берете на себя обязательства 3 часа в день играть на фортепиано, иначе ничего не получится. Вот так же и здесь. Поступая к нам, вы берете на себя обязательство каждый день тратить час-два на решение задач, иначе ничего не получится. Вам будут задавать задачи, их надо решать каждый день. Если вы из этого графика выбиваетесь, это повод обеспокоиться. То есть надо тогда как-то уже что-то такое к кому-то обращаться. То есть если вы не можете решить задачи, потому что там что-то непонятно в условии, или вам там что-то не хватает, надо обязательно обратиться к преподавателю. Прямо с вопросом. Вот есть такая задача, я пытался делать тот и тот, не могу, ничего не получается. Он у вас обязательно сдвинет с места. Для этого есть присутственные часы. Пожалуйста, обращайтесь, не стесняйтесь. Ладно? Ну, это важно. Нельзя ничего запускать. В конце семестр догнать не получится. А можно чуть погромче? Присутственные часы есть. Там на странице факультета есть специальная ссылка. По-моему, там же, где учебные материалы, там же присутственные часы преподавателей. Не исключено, что прямо сейчас они еще не актуальны, но я думаю, что на следующей неделе они станут актуальными. Просто сейчас люди еще точно не знают своего расписания, оно еще будет меняться. Мои собственные присутственные часы, по всей видимости, будут по вторникам и пятницам. Или перед лекцией, или после лекции. Я еще посмотрю, какое будет на следующей неделе точное расписание. И, соответственно, тоже напишу. Все с формальной стороны дела? Еще какие-нибудь вопросы? Не стесняйтесь. Мы тогда переходим к содержательному, собственно, геометрии. Курсы геометрии бывают разные. И то, что принято в школе обычно, это так аксиоматически построенный курс геометрии. Там даются какие-то такие аксиомы под названием аксиомы эвклида. Хотя в большинстве случаев они внятно не формулируются, и уж точно не полностью. Но, тем не менее, исходя из этих аксиом, что-то такое строится. И люди, которые готовятся к олимпиадам, они отдельно учат разные трюки. И я призываю вас этим не пользоваться. Наш курс будет устроен по-другому. У нас будет аналитический подход к геометрии, когда никаких аксиом не будет вообще, а мы будем все явно определять. Для этого нам потребуются понятия числа. То есть все, с чем мы будем работать, так или иначе будет сводиться к числам. Преимущество такое, что, во-первых, это позволяет геометрию описывать аккуратно, потому что мир геометрии – это мир геометрических картинок, он такой бесконечно богатый. И люди, которые в состоянии представлять картинки, они, конечно, обладают большим преимуществом, но описать картинку словами – дело тяжелое, потому что слов конечное множество. как бесконечный мир можно описать конечным набором слов. Нужен какой-то инструмент, но вот этот инструмент называется алгебра, и поэтому нужно как-то так формулировать геометрические понятия, чтобы они удобно описывались в числах, чтобы можно было что-то сосчитать. А второе – это то, что в школе изучается обычно такая то, что называется вещественная геометрия, то есть вы рисуете картинки как бы на вещественной плоскости. А между тем довольно любопытно понять, а что такая картинка означает, например, числовую область, у которой конечна. У вас в алгебре уже было слово поле? Или пока не было? Ну вот то, чем мы будем заниматься, это то, что называется поля. Поле – это такая числовая область, где определены все 4 арифметических операции сложения, умножения, вычитания и деления, которые устроены точно так же, как в рациональных числах, с теми же самыми свойствами. Поле я буду обычно обозначать K, это поле определения диаметрии. Поле – это, где можно складывать числа, которые можно складывать, вычитать, умножать и делить, как рациональные числа. Поля, которые все знают, вы можете без ущерба общности просто вместо буквы K отсюда подставлять букву Q, да, рациональные числа. Знаете такое обозначение? Ну, все знают поле вещественных чисел, хотя, конечно, там, если строго говорить, что это такое, нужно некоторое время, это вас в курсе анализа научат. Если вы знаете, что такое комплексные числа, ну, можете считать, что K – это комплексные числа. И вот наша геометрия будет организована так, что нам по большому счету будет все равно, какое поле. Но бывают еще такие поля, которые иногда обозначают Fp или Zpp. Это поле вычетов. По модулю P, P – простое число. Ну, например, по модулю 5. Это поле состоит из чисел 0, 1, 2, 3, 4. Про которые также можно думать, что это минус 1, а это минус 2. Остатки по модулю 5. Значит, понимаете ли вы, что их можно делить? Наверное, уместно спросить, что значит, что мы их складываем. Например, 3 плюс 3 сколько будет? 1, замечательно. А 3 минус 4? Да, замечательно. Это уместно их представлять в виде такого циферблата. Ну и можно их делить, на самом деле. На что нужно умножить 3, чтобы получилось 2? Таким образом, поля бывают и конечные. И вот если у вас какая-нибудь школьная картинка, там какая-нибудь ваша любимая теорема про треугольники. Если вы ее рисуете над конечным полем, ну, слово рисуете, надо понимать, что это означает. То вот какие, собственно, выводы отсюда можно извлечь? Это какое-то такое будет комбинаторное утверждение про какие-то конечные множества. Довольно интересно. Люди этим занимаются. И, собственно, все эти кредитные карточки, кодирование там и так далее. Это, в конце концов, на этих идеях основано. Поэтому лучше с самого начала не привязываться к полю вещественных чисел, а геометрия должна быть такая, чтобы она обслуживала в том числе и такие плоскости над конечными полями, допустим. Для этого плоскость надо определить. Ну и, собственно, такая стандартная модель плоскости это такое координатное пространство, К2. Ну, желающие могут думать, что и Р2. Координатная плоскость. Она состоит из пары чисел. Давайте я буду писать лучше x1 и x2. Ну вот по определению точки это пары чисел. А дальше уже можно давать определение всему остальному. Например, что такое прямая. Ну, определение прямой придумали в физике это траектория точки, которая движется прямолинейно и равномерно. то есть прямая, проходящая через точку P. Давайте напишем ее P1, P2. С вектором скорости V. Давайте его координаты будут V1, V2. Это множество точек, которые... Ну, надо представлять себе так, что мы берем вот из точки P, выпускаем вектор V, берем все его кратные. то есть берем множество точек. ГМТ это понятное сокращение, да? Геометрическое место точек вида P плюс TV. Если подробно писать, то надо сложить первые координаты и вторые координаты, где T пробегает K. Про T можно думать как про время. Вот у вас есть вектор скорости. Ну, вот, берете, откладываете от точки P все точки, которые пропорциональны, ну, в которые упираются концы векторов пропорциональных V. Это определение, хочу заметить, оно работает над любыми полями, в том числе над конечными. На упражнениях порисуете картинки. Там, например, хороший вопрос, а сколько прямых на плоскости вот над таким полем? А дальше у вас есть аксиомы евклида, то есть там в школе проходит, что две прямые или совпадают, или пересекаются в одной точке, или не пересекаются. Это одна из евклидовых аксиом. Здесь это теорема. Это можно доказать. Мы чуть попозже это сделаем. Но просто вот такие банальные факты из школьной геометрии превращаются в теоремы, и их надо доказывать. Поэтому я призываю вас быть аккуратными и все-таки действовать на упражнениях и при решении задач из листочков, исходя именно из этих определений, а не из того, что было в школе. То есть вы должны как-то убедить себя, что этот язык правильный и позволяет всю геометрию построить. Вот, собственно, план нашего курса будет такой. Мы дадим определение всевозможных пространств и убедимся, что в таком духе школьная планиметрия строится. Это примерно программа на сентябрь. Ну, может быть, на сентябрь, начало октября. А можно сказать? Да. А что это, в общем, тематический вопрос, когда это было в основном, начало, в грехе было? Это такой вопрос общематематический, потому что греки любили логику, они, собственно, ее, наверное, и придумали первыми. И им доставляло удовольствие строить некую теорию, исходя из ограниченного числа фактов. Собственно, ну это вообще приятно иметь дело, в чем плюс аксиом? Ну, в том, что если вы нашли какой-то объект, который удовлетворяет вашему списку аксиом, то это означает, что для этого объекта верно все то, что вы можете из этих аксиом вывести. С геометрией проблемы заключается в том, что то, что называется список аксиом Евклида, полный такой, из которого действительно все можно вывести, придумал на самом деле Давид Гильберт в начале 20-го века, а вовсе никакой не Евклид. То есть это было большое достижение математики, полученное после двухтысячелетнего развития примерно. А потом еще такой наш великий учитель Калмогоров еще там примерно спустя полувека адаптировал этот список настолько, что его оказалось возможно повестить в школьный учебник под редакцией Калмогорова. Это единственный школьный учебник, где действительно выписан полный список аксиом Евклида. Я не знаю, вот вас в школе учили, вам сообщали полный список аксиом Евклида. Наши определения будут все очень простые. Прежде чем к ним переходить, я пока же такую неформальную вещь говорю. Обратите внимание, что в определении прямой фигурируют объекты разной природы, точка и вектор. Их ни в коем случае нельзя путать. Это объекты абсолютно разной природы. Точка и скорость. На самом деле про векторы правильно думать, а вообще сейчас в школе векторы проходят, у вас есть какое-нибудь представление о том, что такое вектор? Направленный, отрезочек такой, складывать их можно, знаете, нажать на числа. Правда, если кто-то не знает, честно скажите об этом, потому что я так буду этим свободно пользоваться. На самом деле вектор правильно понимать как преобразование сдвига. Вектор V, который есть V1, V2, это преобразование сдвига. Давайте мы само преобразование будем чуть по-другому обозначать. Это такая Тау-В, это греческая буква Тау. То есть это преобразование плоскости отображения из К2 в К2, которое точку P с координатами P1, P2 переводит в точку с координатами P1, P1, P2, P2. Такой параллельный перенос. И, собственно, вот эти два числа это параметры переноса. То есть вот у вас точка P переехала в точку Тау-В от P. Ну и вот, собственно, вектор V. Координаты вектора, обратите внимание, это разность в конечной точке и начальной точке. Если вы выберете на вашей плоскости какую-нибудь другую систему координат, например, сдвинете её. Вот у вас была исходная система координат X1, X2, вот есть точка A, есть точка B с координатами A1, A2, а точка B с координатами B1, B2. Можно нарисовать вектор AB. Какие у него координаты? Да, B1-A1, B2-A2. Если я сдвину координатную систему в какую-нибудь точку под названием U с координатами U1, U2, рассмотрю новые координаты Y1, Y2, то обратите внимание, что у точки А и у точки B координаты поменяются. Знаете ли вы как? А у вектора AB координаты не поменяются, потому что разности как были, так и останутся. То есть про векторы правильно думать как про преобразование. Ну и они образуют то, что называется группа преобразования. Во-первых, они объективны. Есть такой термин, полезный, лучше к нему привыкать с самого начала. Группа преобразования бывает вообще у множества. Это такой набор взаимно однозначных отображений. Из множества х, множества х. Такой, что... Я подниму чуть-чуть. Вместе с каждым отображением из G обратное отображение. Тоже лежит в G. И вместе с любыми двумя отображениями в Гаидеon vendал. Завтимы. Прямая наносит. И в Макуш. И с их. Переводиваль. И подниму. И отображение в Гаидеон. В Гаидеон. g2 в g лежит и в их композиции. g1 в композиции. Я тут довольно много всяких умных слов сказал, все ли они понятны. Тут слово отображение, во-первых, понятно, что означает, да? Вот есть множество, надо каждую точку куда-то отправить. То есть такая функция, если угодно. Дальше что такое взаимооднозначное? Это такое отображение, которое в одну точку отображает только одну точку, и в каждую точку что-то переходит. Вот это взаимооднозначно, а вот это нет. Здесь у каждой точки ровно один прообраз, и он есть. А здесь у этой точки нет правообразовой т2. Но если отображение взаимооднозначное, то у него есть обратное, надо просто стрелочкой направить в другую сторону. Ну а композиция сейчас вообще проходит в школе? Там множество разных отображений проходит или нет? Вот композиция отображения. Ну это у вас есть множество и, допустим, множество у и множество z. Между ними отображение f и g. Тогда почему-то композиция их так справа налево любит записывать. Вот такая вещь занимается тем, что точку x из x переводят в точку g от f от x. То есть берёт точку x, сначала применяют к ней f, получается f от x, а потом применяют к ней g, получается g от f от x. Такой вот способ записи. Если это был на прошлой паре, то вот, да, обозначение совершенно всегда одинаковое. Кружочек такой. Если покрупнее нарисовать, то g1, кружочек, g2. Ну это такое обозначение общепринятое. Иногда его опускают точно так же, как при умножении. Вы же не пишете точечку каждый раз, когда пишете умножить. Поэтому иногда это упускается. Причина этого опускания такая. gf занимается тем, что x переводят в g от f от x. Ну и с этой точки зрения параллельные переносы образуют группу. У вас композиция двух параллельных переносов параллельный перенос. Если вы сначала перенеслись на вектор v, потом на вектор w, то композиция сделает перенос на сумму этих двух векторов. и с этой точки зрения параллельных переносов. Если у вас есть поле k, вы можете рассматривать такие преобразования. Зафиксировать a в k. И рассматривать такое преобразование сдвига. Тау а. Оно будет k переводить в k. По правилу x переходит в x плюс а. Сдвиг на число а. Таких преобразований хочу заметить ровно столько же, сколько есть чисел в поле k. В данном случае композиция это сложение. Но вообще группы бывают разные. Можно рассмотреть вообще группу всех преобразований множества x. Например, взять три точки. 1, 2, 3. Рассмотреть группу всех объективных отображений из этого множества в себя. Это будет группа, потому что вы берете композицию объективных отображений и снова получаете объективное отображение. Сколько в ней элементов, понятно? 6, да. 1 можно отобразить или в 1, или в 2, или в 3. Дальше нужно 2 куда-то отобразить. В то, куда перешел 1, мы уже отобразить не можем. Можем в 2 оставшихся. Получается 3 помножить на 2. А 3 уже однозначно. Эта группа не похожа ни на какое поле. Она вообще то, что называется, не коммутативная. Вообще я должен предупредить, что g1 в композиции с g2 вовсе не равно g2 в композиции с g1 вообще говоря. Скажем, для группы всех преобразований трёхточечного множества это не так. Например, вы можете переставить местами 1, 2. Такое преобразование, которое обычно обозначает σ1, 2, перестановка 1, 2. А можете переставить местами 2, 3. Посчитать такую композицию и такую композицию. Одинаковые они или нет? Вот это чего делает? 1, 2, 3 куда переводится? А почему вы решили, что 1 переходит в 3? Значит, сначала применяем к 1 σ2, 3. σ1, 2 занимается тем, что 1 и 2 меняют местами. А σ2, 3 занимается тем, что 2 и 3 меняют местами. σ2, 3 применять только 1. Что даёт? 1. Она с ним ничего не делает. Дальше σ1, 2. Во что превращает этот 1? В двойку. Поэтому 1 переходит в 2. А здесь куда 1 переходит? Сначала в 2, потом в 3. Оба уже не совпадают. Да? Я просто пишу стрелочку, 1 переходит в 2. Обычно такой стрелочкой с черточкой в начале пишут. Что делает σ1, 2? Меняют местами 1 и 2. А 3 оставляют на месте. Что значит все переставить? У нас каждый раз все переставляются. Ну пожалуйста, переведите. Вопрос к вам, попытайтесь. Во-первых, априори ответ на ваш вопрос может быть и такой, что нельзя написать. Почему собственно можно? Почему? Как хотите можно переставить. Давайте вот сосчитаем эту композицию полностью. Что она делает? В 2 куда переедет? В 3 куда переедет? В 1. Это частичный ответ на ваш вопрос. Если взять композицию σ1, 2, σ2, 3, то можно переставить все по циклу. Упражнение досчитать вот это. И задача хорошая. Вы сами придумали задачу. Проверить, что на самом деле любое преобразование из вот этой группы всех перестановок трехэлементного множества выражается через σ1, 2 и σ2, 3. Эти два отражения, они то, что называется, эту группу порождают. Любое преобразование может быть выражено в виде композиции этих двух. Пусть это будет упражнение на душе. То, что я хотел сказать, это то, что векторы можно складывать. Вот такое школьное сложение стрелочек. Это на самом деле некоторая операция, которая означает не что иное, как композицию. Если вы берете композицию двух параллельных переносов, то получается параллельный перенос на сумму векторов. То есть сумма векторов это такая вещь как бы определенно от бога. Она на самом деле к каким координатам не привязана. На языке координат вы попарно складываете координаты. Но вообще говоря, это композиция отображения. И ей все равно какие там у вас координаты. В любых координатах ответ будет всегда сумма. Никакого сложения точек ввести не получится. Если вы меняете координаты, координаты у точек сдвигаются, и сумма двух точек А и В в новых координатах перестанет быть равна их сумме. А векторы можно складывать. Ну и на этом такая неформальная часть. Неформальную часть я бы закончил и перешел уже дальше к строгим определениям. Курс у нас будет выстроен так, что основным объектом для нас будет то, что называется векторное пространство. То есть без аксиом, конечно, обойтись не получится, но будет такой коротенький список из семи аксиом, который объясняет, что такое векторы. То есть я хочу аксиоматизировать понятие вектора. Эти аксиомы просто аксиоматизируют свойства векторов, что их можно складывать и умножать на числа. Я зафиксирую свойства этих операций, а после этого все остальное будет определяться. И я прошу вас при решении задач исходить из свойств векторов, а не пользоваться разными подобными треугольниками, признаками конгруентности. Давайте временно это забудем. Забудьте на время то, что мы у вас учили в школе, всему этому формализму. Кроме картинок, на самом деле геометрия состоит из картинок, и я призываю вас школьные картинки помнить и активно ими пользоваться. Но слова при этом приговаривать правильные, а именно слова должны четко выводить утверждения из свойств векторов. На этом неформальная часть заканчивается, и я перейду к формальным определениям. И главный герой для нас это будет векторное пространство. Чтобы говорить о векторном пространстве, надо зафиксировать основное поле констант. Вот я его всегда буду обозначать через К. Я там писал, истёр, значит, К. Это поле констант, или чисел, или ещё, говорят, скаляров. Его надо раз и навсегда зафиксировать. В общем, свойства геометрии сильно зависят от того, какое у вас поле. Но есть такая общая часть, называемая линейной алгеброй, которая более-менее к полю не привязана, и вот ей-то мы с вами начало и займёмся. Главное определение. Множество В, элементы которого называются векторами. Называется векторным пространством. Над полем К. Если заданы две операции. Сложение векторов. Ну, а на языке множеств это значит такое правило, которое паре векторов, то есть вектору В и вектору У, сопоставляет новый вектор, который обозначается У плюс В, и умножение векторов на числа. Это такая операция, которая в парочке число и вектор сопоставляет вектор. Ну, числа обычно обозначают какими-нибудь буквочками типа Х или греческими буквочками. В общем, число Х и вектор В переходят в такую штучку, которая называется ХВ. Или иногда мы будем писать это в виде ВХ, и для нас по определению это означает одно и то же. Неважно, с какой стороны вы пишете множество. Так что выполняются аксиомы. Ну, и вот, собственно, все аксиомы геометрии у нас поместятся на одной доске, в отличие от аксиомов клида. Вот такие свойства этих операций. Значит, свойства сложения. У плюс В равно В плюс У для любых, УВ из В. То, что значит сложение коммутативно. Второе свойство это, неважно, в каком порядке вы вектор складываете, У плюс В плюс В, если вы сначала сложите первые два, то это всё равно, что вы сначала сложите вторые два. Для любых У, В, W и В. Это называется ассоциативность. Чтобы привязаться к школьным геометрическим картинкам, первое обычно в школе, я не знаю, как сейчас вообще векторы проходят, когда я учился в 70-е годы. Это называлось правило параллелограммы. То есть, если вы вектор представляете себе как направленную стрелочку, что продуктивно, да? Ну, это множество. В это множество. В умножить на В это множество пар. Множество можно объединять, пересекать. Вам ещё не рассказывали, но, наверное, на дискретной математике скоро расскажут. Множество можно объединять, пересекать, умеете? А можно умножать. Нет, это множество по множеству на множество. Вот это по определению, это множество пар. А, В таких, что А живёт у В и В живёт у В. Это обозначение для множества пар. Называется произведением множества. Сложение это отображение из В на В в В. Паре векторов сопоставляет вектор. А умножение векторов на числа это отображение из К на В в В. Оно числу и вектор сопоставляет вектор. Вот эта штучка иногда называется правило параллограммы, которое говорит, что если вы к концу вектору У приложите вектор В, то получится вот такой вот вектор, собственно, У плюс В. Но то же самое можно получить, нарисовав здесь В, а здесь У. Ну а это иногда называют правилом четырёхугольника. Если у вас есть У, В и В, то неважно, в каком порядке вы складываете. Первые два получатся такое, прибавили, получился вот этот. Ну или в таком порядке вы складываете, то есть картинки такие. Это такие вот школьные картинки, которые объясняют, собственно, эти два правила. Вообще вектор продуктивно себе всегда в голове представлять именно как направленную стрелочку, совершенно по-школьному и картинки такие рисовать. Следующее свойство это существование нулевого вектора. Существует такой вектор 0, что В плюс 0 равняется В для любого вектора. Существует нулевой вектор. Ну и последнее свойство, если их номеровать, это третье, а это будет четвёртое. Последнее свойство сложения это то, что у каждого вектора есть противоположный, то есть для любого В из В существует минус В, давайте вот так назовём, живущий В. Такое, что если вы к вектору В прибавите вектор минус В, то получится нулевой вектор. Существует противоположный. На школьном языке нулевой вектор это такая точечка, не направленная отрезка, а одна точка, на которой нет ни длины, ни направления, ну а противоположный это вы должны у стрелочки просто развернуть, если вот это В, то минус В это вот это. Ну и свойства умножения, свойства умножения на числа, они такие. Первое свойство говорит, что если вы берёте два числа и умножаете на В, то это то же самое, что х помножить на В плюс у помножить на В. Значит, для любых х, у из К и для любого В из В. Второе свойство говорит, что в ту же игру можно сыграть с одним числом и двумя векторами, то есть если вы берёте число х и умножаете это на У плюс В, то это всё равно что х помножить на У плюс В помножить на У. Плюс х помножить на У для любого ХСК и для любых У, 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 В. Обычно это называется дистрибутивность. Ну и по-русски правило раскрытия скобок, распределительный закон. Третье свойство, это такой аналог ассоциативности, который говорит, что неважно в каком порядке вы вектор умножаете на числа, что х помножить на УВ это то же самое, что х помножить на В. Ну и последнее свойство. Если вы единицу умножите на вектор В, то должен получиться вектор В для любого В. В поле есть единица, это часть определения поля. Вот и всё, на этом аксиомы кончаются. Ну и если вы любите такую формальную казуистику, то можно из этих аксиом повыводить разные дополнительные свойства, которые интуитивно ожидаются, но которые сюда не включены просто для экономии места, но на самом деле они автоматически выполняются. Например, нулевой вектор единственный. Давайте я, может быть, сначала эти свойства выпишу. Вы можете подумать, почему нулевой вектор единственный. Дополнительные свойства. Ноль. Единственное. Второе свойство, что для любого вектора В из В, ноль помножить на В, это будет нулевой вектор. Значит, вот этот ноль – это число, а вот это – это вектор из В. Третье свойство, что минус В однозначно задаётся по В. Четвёртое свойство, это аналог второго, что если вы берёте любое число Х и умножаете на нулевой вектор, то получается нулевой вектор. И, наверное, ещё до кучи пятое свойство, это то, что если вы число –1 умножите на В, то получится не что иное, как минус В, то есть вектор противоположный к В. Это такие формальные логические следствия. Я не знаю, насколько можно вам доверить, доказать это самостоятельно, но давайте мы, скажем, 1 докажем. Да, просто есть два нуля, 0,1 и 0,2. 0,2 – это 0, поэтому 0,1 – это 0,1 плюс 0,2. Если вы к 0,1 добавите 0,2, то ничего не поменяется. А с другой стороны это должно быть равно 0,2, потому что если вы к 0,2 добавите 0,1, то тоже ничего не поменяется. Как быть с этим? Если на алгебре ничего такого не было, то, конечно, самому эту кузовистику трудно сообразить. Дело в том, что в поле 0 – это то же самое, что 0 плюс 0. Это одно из свойств. Одна из аксиом поля тоже такая. На самом деле определение поля очень похоже на то, что здесь написано. Вот эти 4 аксиомы задают объект, который в алгебре называется Абелева группа. То есть множество V называется Абелевой группой, если на нём есть сложение с вот такими свойствами. Ну и поле – это такая числовая область, на которой есть две операции – сложение и умножение. И поле является группой по отношению к сложению, а не нулевые элементы поля являются группой по отношению к умножению. Вот я вам сказал, что такое поле. Вы имеете в виду число 0 и число 1. Это тоже часть определения поля. Вот в поле 0 не равен 1 по определению всегда. Что-что? Что-что? Бывает число 1, вектора 1 не бывает. А что такое единичный вектор? Выделенный вектор только 0, все остальные векторы, они все-таки одинаковые. Стрелочки и стрелочки. Но тем не менее в поле выполняется равенство, что 0 плюс 0 равняется 0 в k. Потому что если вы 0 прибавите к чему угодно, он так и останется. Этим можно воспользоваться. Вы можете написать, что 0 помножить на V это то же самое, что 0 плюс 0 помножить на V, а это то же самое, что 0 помножить на V плюс 0 помножить на V. И получилось не очень хорошо, потому что мы взяли штуку и удвоили за бесплатно. Дальше можно к обоим частям прибавить вектор, который противоположен к вектору 0 помножить на V. Прибавим вектор минус 0 помножить на V, который у нас есть. И мы получим, что 0 помножить на V. Могу я оставить вот это в качестве упражнения? Как делать? Может кто-то уже решил? То же самое, да, удвоить вот этот 0, только уже в векторном пространстве. И проделать те же самые рассудения. Могу я оставить вот это всё в качестве упражнения? Просто это какая-то формальная вещь, она не по геометрии, а по алгебре. Но не получится в скором времени на алгебре вам что-то такое расскажет применительно к полям, к группам и т.д. Пусть это будет упражнение, хорошо? Не получится, спросите в следующий раз. Так, ну теперь примеры, собственно. Мы сформулировали какие-то аксиомы, хорошо бы убедиться, что что-то этим аксиомам удовлетворяется. Ну, есть два дурацких примера. Трияльное векторное пространство равно 0. Оно состоит только из нулевого вектора, который умножается на числа нулевым образом и складывается с собой нулевым образом. Такое векторное пространство всегда есть, но это такой дурацкий пример, аналог пустого множества в теории множества. Только обратите внимание, что оно всё-таки не пустое, а нулевой вектор там есть. Дальше само поле k. Можно смотреть на него как на векторное пространство, потому что в поле есть сложение и умножение. Собственно, умножение на числа это умножение в поле k, сложение это сложение в поле k. Все аксиомы выполняются, потому что, как я сказал, это собственно часть аксиом поля. В поле должно быть сложение, которое этим аксиомом удовлетворяет. Ещё в поле есть умножение, которое тоже таким же аксиомом, только надо всюду заменить плюс на помножить, а минус на минус первую степень. Так что вот само поле k. Ну и есть такой пример, который у нас будет постоянный, это такой как бы самый важный пример, это координатное пространство, н-мерное координатное пространство. пространство kn. Ну как множество, это k на k, n-раз. Значит, векторы. Это строки такие, стоящие из чисел. Если у вас есть второй такой вектор w, то по определению сумма, это надо сложить первую координату с первой, вторую, со второй. Если вы хотите умножить на число, здесь удобно числа обозначать греческими буквами, то есть если вы берете число λ, живущее в поле k, то λ помножить на v, это будет λx1, λx2 и так далее, λxn. Иными словами, векторы складываются по координатам и умножаются на числа по координатам, просто каждая координата умножается на число. Координатное пространство иногда удобно записывать не в виде строчек, а в виде столбцов. Это просто вопрос типографического удобства. В одних формулах удобно писать строчки, в других формулах иногда удобно писать столбцы, но это просто формат записи, можно тоже самое расположить по строчкам. Небольшое обобщение, это то, что называется пространство матрицы. Это такие таблички, x1,1, x1,2 и так далее, x1n, от, скажем, размера m на n. Это вариация, всё на ту же тему, то есть так физически понятно, что это то же самое, что Km. Можно эту матрицу в столбец развернуть, допустим, или в строчку, и вы получите точно такое же координатное пространство. Опять же вопрос немножко удобства записи. Такой пример из алгебры. Это многочлены. Магажена, знаете, что такое? Такой пример. Такой пример. Магажена. Капельс. Ой, поймался. Это такие образования. НОЛИКОВА, плюс а1, x, плюс и так далее, плюс 1. А m это x степень. аиты живут в вашем поле k, m это любое натуральное число, я не знаю, как сейчас включаю натуральные числа 0 или нет, я на всякий случай это явно напишу, а x это формальная переменная. Понятно, что такие штучки можно между собой складывать и умножать на числа, вкладывая себе векторное пространство. Многочлены степени не выше, чем n, это такие образования буквально, а0, а1, x, и так далее, плюс а1, x степени n, ну и понятно, что такая вещь стоит столько же, сколько набор коэффициентов, а0, а1, m, поэтому, так сказать, с точки зрения геометрии, это то же самое, что давайте мы для многочленной степени не выше, чем мы какое-нибудь специальное обозначение введём, когда x меньше либо равно n, ну и довольно-таки понятно, что это то же самое, что tm, вот вопрос немножко в том, что понимать под словами то же самое. Ну и тут есть такое понятие, как, собственно, сравнивать, как множество сравнивать, вот мы говорим, что два множества одинаковые, если между ними можно установить взаимно-однозначное соответствие. Как сказать, что, значит, два векторных пространства одинаковые? Ну, это значит, что между ними можно установить взаимно-однозначное соответствие, но не абы какое, а чтобы оно уважало вот эти операции сложения и умножения на числа. Для таких соответствий есть специальные названия, они называются линейными отображениями или галаморфизмами векторных пространств. То есть если у вас есть U и V векторные пространства, то отображение φ из U и V называется линейным, или галаморфизмом, или галаморфизмом, если φ от V плюс W равняется φ от V плюс φ от W для любых V и W из U, и для любых V, и для любых V. Тут требуется небольшое предупреждение. Терминология немножко отличается от школьной. Давайте мы рассмотрим пример. Пускай U и V это само поле К. Тогда в школе иногда изучают такие отображения φ из К в К, которые в школе любят называть линейными функциями. Это φ от Х равняется АХ плюс В. То есть А и В заданы. Я хотел бы обратить ваше внимание, что с точки зрения вот этого определения это отображение далеко не всегда линейное. Неверно, что она сумму переводит в сумму, правда? Если вы сосчитаете, чему равно φ от Х1 плюс Х2, что, собственно, получится? Это не то же самое, что φ от Х1 плюс φ от Х2, да? Что? Где? Я вычисляю φ от Х1 плюс Х2. Я подставляю вместо Х Х1 плюс Х2. Подставил, раскраску я получил вот так. И это не то же самое, что здесь, потому что если вы сосчитаете φ от Х1 и φ от Х2, у вас действительно получится 2b, как вы и сказали. Таким образом, то, что в школе называют линейной функцией, в профессиональной математике линейным не называют. Линейная функция школьная получится линейной в смысле взрослого определения, если b равно 0. Вот если b равно 0, то да. Значит, такая вещь линейна только при b равно 0. Ну и последняя вещь формально, которую хочется сказать, это два таких простых примера. Один совсем простой, а второй пример это тот, с которым мы дальше будем на следующей неделе работать активно. в школе сейчас какие-то пропорции изучают, хотя бы на химии. Важная вещь, она нам часто будет нужна, то есть векторы у и w называются пропорциональными. Если x помножить на u равняется y помножить на w для некоторых x, y, принадлежащих k одновременно не равных 0, таких, что x не равен 0 или y не равен 0. По-другому можно сказать, что нулевой вектор пропорциональен любому вектору. Ну, потому что вы можете 1 умножить на 0, это получится 0, ну а здесь написать 0 умножить на v. Вот вполне себе пропорция. а не нулевые векторы пропорционально. Если u равен λ помножить на w, для λ живущего в k λ не равного 0. Обе части можно умножить на λ-1, и написать, что здесь будет λ-1, его равняется b2. Ну и такой вот простой пример, про который я говорил, это одномерное пространство, то есть v обозревается одномерным. если v есть не нулевой вектор, и все векторы пропорциональны. это означает, что у вас есть какой-то такой вектор e, не равный 0. А дальше, собственно, все остальные векторы, это векторы виды λ помножить на e. Никаких других нет. Причем обратите внимание, что два такие вектора не могут быть равны друг другу. То есть если λe равно μe, то вы можете перенести в одну часть, написать, что здесь будет λ-μe равно 0. Ну и тут такая альтернатива, что либо λ равно μe, и тогда вы 0 умножаете на e, и все нормально, либо λ-μe не равно 0, и вы можете поделить. В поле можно делить ненулевые числа, и тогда мы получаем, что e равен 0. Если вы поделите обе части на λ-μe, получится, что e равно 0, а мы тем самым предположили, что e не равно 0, поэтому такая запись единственная. Иными словами, в одномерном векторном пространстве, но всегда ровно столько же векторов, сколько чисел. Ну и вот вы берете вектор v, который записывается в виде λe, и сопоставляете ему число λe, живующее fk. И вы тем самым получаете такое отображение из vfk, объективное и линейное, потому что если вы два вектора сложите, то и коэффициенты у них сложатся. Поэтому на самом деле всякое одномерное векторное пространство, оно, собственно, заморфно в поле k. И заморфно в смысле нашего определения. То есть имеется биекция, которая сохраняет сложение векторов и умножение векторов на число. Всякое одномерное векторное пространство, из аморфно, из аморфно, векторное пространство. Ну на этом наше время как-то закончилось. Давайте я дам еще одно определение, и на этом мы разойдемся. v называется двумерным. Если в v есть два непропорциональных вектора, и я один, и я два давайте нажимаем. и любой вектор выражается через них в виде v v равняется x1 помножить на e1, плюс x2 помножить на e2, где x1, x2, это число. Иными словами, пространство двумерное, если там можно найти пару непропорциональных векторов, и любой вектор через них вот так вот линейно выражается. Упражнение надо проверить, что такое выражение тоже единственное. Ну и с этого мы в следующий раз начнем. Иными словами, если у вас есть вектор x1, e1, y2, e2, и он оказался равен вектору y1, e1, y2, e2, то отсюда надо как-то вывести, что x1 равен y1, а x2 равен y2. На этом всё. Если есть какие-то вопросы, я готов ответить. В следующий раз хорошо бы с этого начать. Да, правильно, спасибо, это вы здорово меня подловили. Тут ошибка. Значит, тут должно быть m плюс 1, потому что коэффициентов у многочленной степени m плюс 1 штук. Я ещё раз напоминаю о необходимости за мной следить. Я иногда делаю такие опечатки, и вы, пожалуйста, не стесняйтесь меня поправлять, потому что я человек путанный. Что такое kn? Это координатное пространство размерности n плюс 1. Да, n плюс 1 чисел. Многочлен в степени n стоит столько же, сколько n плюс 1 чисел, его коэффициенты. И складываются многочлены так же, как координаты векторов, правда? Спасибо.